коллеги добрый день год подходит концу и пора подводить итоги и в этой серии речь пойдет о рентабельности озимой пшеницы московской области на какие ключевые моменты обратить внимание при уборке кукурузы на силос а также какие удобрения и технику выбрать для вашего хозяйства в будущем году справа от нас находятся коровы и это лучшие эксперты в определении качества кукурузного силоса на какие ключевые моменты обратить внимание при уборке кукурузы на силос нам расскажет эксперт михаил мажаренко венцом технологии выращивания силосной кукурузы является и уборка важно не просто убрать зеленую массу но убрать ее в определенную фазу развития кукурузы когда сухое вещество занимает не менее 33 процентов от общей массы кукурузы определить ее очень просто достаточно посмотреть на початок в данном случае у нас початок зубовидного гибрида видно что молочко практически не давится и уже сформирован крахмал внутри зерновки кукурузы это является оптимальной фазой для уборки зубовидного гибрида у крахмалистого гибрида несколько по-другому выглядит зерновка данном случае это кремнисто зубовидный гибрид но тоже видно что в початке сформировано уже достаточное количество крахмала которая позволит убрать кукурузу при оптимальном качестве уборку в принципе можно начинать и раньше для того чтобы оптимизировать нагрузку на технику начинать уборку следует при сухом веществе в районе 31-32 процента это тоже можно определить при помощи простого початка если млечный сок еще давится но две трети зерновки заполнены крахмалистым веществом то мы имеем готовность уборки 31 32 процента и конечно же наличие черной точки на зерновке при уборке следует обязательно обратить внимание на регулировки комбайна как-то величина резки включение корн крекера и высоту резки индивидуально для каждого поля определяются эти параметры которые зависят не только от содержания сухого вещества но и от состояния поля ежегодно специалисты хозяйств экспериментируют с подбором систем питания под возделами культуры о результатах опытов на зимой пшеницы в московской области смотрите далее получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур является одним из важнейших целевых показателей в сельхозпроизводстве но он не единственный помимо урожайности на уровень рентабельности производства влияют и такие показатели как затраты на один гектар и качество от которого зависит стоимость урожая все эти показатели в итоге определяют прибыль с одного гектара так в 2020 году компании фосагра были проведены опыт на зимой пшеницы сорта московская 56 с целью определения наиболее эффективной системы удобрения для данного сорта опыт проводился во всероссийском научно-исследовательском институте имени дмитрия николаевича прянишникова в четырехкратной повторности урожайность на контроле составила в условиях 2020 года 2,7 тонн из гектара при применении удобрения опавива нпкс 15-15-15 и 10 серы в дозе 200 килограмм на гектар и нетрива н46 дополнительные затраты на один гектар составили 7600 рублей с гектара урожайность при этом увеличилась до 6,32 тонн с гектара качественные показатели зерна соответствовали зерну третьего класса такой урожай стоил 91 640 рублей на гектар дополнительный доход с одного гектара составил 45 035 рублей с гектара в следующем варианте применили дополнительно стимулятор роста от компании фосагра стоимостью всего 198 рублей на гектар при этом урожайность увеличилась до 6,93 тонны с гектара зерну был присвоен третий класс белок 13 процентов и клейковина 26 процентов стоимость зерна с одного гектара составила 100 тысяч четыреста восемьдесят пять рублей дополнительный доход составил 53 тысячи шестьсот восемьдесят два рубля с гектара наиболее популярное удобрение для озимых зерновых культур опавива нпкс 10 26 26 при дозе внесения 150 килограмм на гектар обеспечило получение урожая зерна 5,64 тонны на гектар зерно также соответствовало третьему классу стоимость удобрений составила 7 тысяч триста десять рублей на гектар а прибыль составила 35 тысяч четыреста шестьдесят пять рублей на гектар при применении удобрения опавива нпкс 8 20 30 и 2 серы получили урожайность 4 целых и девяносто восемь сотых тонны на гектар качество уже соответствовало четвертому классу зерна и дополнительный доход с одного гектара составил 17 тысяч 36 рублей на гектар выращивая кукурузу на зерно в саратовской области на агрополигоне балаковского филиала а о апатит тестировали разные системы питания на гибриде дкс 4178 тестировали система питания на основе onde в нпд 1252 в дозе 100 килограмм на гектар плюс сультфат аммония в дозе 150 килограмм на гектар и trainings 16 20 плюс 12 серы в дозе 200 килограмм на гектар плюс карбамид в дозе 230 килограмм на гектар при применении первой системы питания была получена урожайность зерна кукурузы 4,8 тонны на гектар. При применении второй системы питания была получена урожайность 5,9 тонны на гектар, что на 1,1 тонны больше. На контрольном участке была получена урожайность 4 тонны на гектар. В России более 26 миллионов гектар засоленных почв. В зоне расположения солонца сильно снижается урожайность всех культур. Поэтому компания Фосагра инициировала проект по восстановлению плодородия солонцеватых почв и повышению их продуктивности. В опытах на солонцеватой почве выращивали кукурузу на зерно с применением орошения. Исмесение мамофоса в дозе 100 кг на гектар и аммиачные селитры в дозе 150 кг на гектар. Урожайность зерна кукурузы составила 1,6 тонны на гектар. При этом урожайность на участках без солонцов на данном поле составила 6,14 тонны на гектар. Для выявления наиболее оптимальной дозы применения фосфогипса осенью 2019 года вносили 1 тонну на гектар фосфогипса. При этом был получен урожай 1,94 тонны на гектар. При внесении фосфогипса в дозе 3 тонны на гектар урожайность составила 2,2 тонны на гектар зерна кукурузы. при внесении фосфогипса в дозе 5 тонн на гектар, было получено 3,1 тонны на гектар уже в первый год после внесения миллиаранта. При этом дополнительные затраты на внесение миллиаранта составили при дозе 1 тонна на гектар – 220 рублей на гектар, при дозе 3 тонны на гектар – 660 рублей на гектар и при дозе 5 тонн на гектар – 1100 рублей на гектар. Сегодня выбор техники достаточно широк. Как правильно подобрать технику под нужны именно вашего хозяйства, расскажет наш эксперт. Выбор техники для уборки культур – очень важный выбор в любом хозяйстве. На него оказывают влияние те культуры, которые предстоит убирать, уровень урожайности, уровень обеспеченности логистики, уборки зерна с поля. Поэтому расскажем о некоторых важных параметрах, на которых обращают внимание при выборе комбайна. Прежде всего, это уровень урожайности. Уровень урожайности определяет пропускную способность молотильного аппарата комбайна. При низких уровнях урожайности, порядка 3-4 тонн за гектар от зерновых колоссовых, достаточно пропускной способности 6-8 кг вороха в секунду для обеспечения высоких темпов уборки. Если же хозяйство нацелено на высокие урожаи выше 7 тонн, то обращаем внимание на пропускную способность молотильного аппарата комбайна выше 15-16 кг вороха в секунду. Это будет оказывать большое влияние на общий темп уборки. Также обращаем внимание на культуры, которые находятся все в обороте. Если в севообороте только зерновые колоссовые культуры или культуры масличные, простые, такие как подсолнечник, рапс, то вполне достаточно обычного барабанного молотильного аппарата. Присутствие в севообороте кукурузы на зерно уже необходимо делать выбор в сторону роторного комбайна. Например, Торум – это один из роторников, который представлен на рынке России. Чем лучше роторный аппарат? Высокая скорость обмолота, вращение молотильного барабана приводит к повреждению алиронового слоя кукурузы. В свою очередь это приводит к заселению зерновки кукурузы различными грибковыми заболеваниями, грибами. Следующий очень важный момент – это ширина жадки. Не следует в хозяйствах, которые чисто растеневоческие, обращать внимание на жадки с очень большой шириной. Ширина жадки должна быть полностью обеспечена закрытием убранной полосы из разбрасывателя и распределителя соломы. Вот он. Обращайте внимание, мощный распределитель растительных остатков, их измельчитель на комбайне должен присутствовать обязательно. Это будет оказывать влияние не только на посев, но и на рост развития последующей культуры севооборота. Если же в хозяйстве присутствует животноводство, то происходит обязательная уборка соломы в виде тюков или рулонов с поля. Здесь уже разбрасыватель не так важен, и можно собирать солому с большей ширины. То есть можно использовать жадки большей ширины захвата. Но опять же это тоже накладывает ограничения на комбайн. Обращайте внимание на такой момент, как гидравлика комбайна. Гидроцилиндры комбайна должны обеспечивать подъем и уверенное манипулирование сжаткой при движении по полю. Обращаем внимание также на логистику уборки зерна с поля за комбайном. Если специалисты хозяйства обучили механизаторов высокой скорости уборки, высокой скорости разгрузки, разгрузки не с места, а с хода, то обязательно наличие длинного вырузного шнека и его высокое расположение. То есть шнек с высшей точки комбайна обеспечивает выгрузку, сходу в любой бункер-накопитель, а также в машины с высокими шиберами. То есть тем самым обеспечивается правильная логистика уборки. Еще очень важный момент при выборе комбайна – это тип жатки и наличие засорения на полях. Если хозяйство работает на засоренных землях, происходит ввод земли в эксплуатацию, либо отсутствуют мощности, которые позволяют досушить зерно, то следует обратить внимание на простой, старый технологический прием – раздельная уборка. Раздельная уборка обеспечивается прокосчиком, который формирует волок с необмолоченными колосьями, и дальше происходит подбор этого волка при помощи жатки-подборщика и обмолот его комбайном. Если же в хозяйстве сумели вычистить поля, то работает обычная простая зерновая жатка. Но если в хозяйстве вводятся в культуру такие культуры, как нут, соя, уже должна быть жатка-флекс, которая обеспечивает более низкий срез и копирование рельефа почвы. При проблемных уборках, таких как уборка зерна с высокой влажностью, полегшие культуры, зерновые колосовые, также следует обратить внимание на очесывающие жатки. Здесь достигается несколько целей. Первое – обеспечение подъема упавшего стебле стоя, высококачественное. Второе – достижение высоких скоростей уборки. Минусом подобной технологии являются высокие требования к стебле стоя зерновых колоссовых культур. Он должен быть выровнен. Обязательное использование рост регуляторов в оптимальные сроки приводит к тому, что стебле стоя выравнивается и жатко позволяет убирать без потерь. Выбор удобрений обусловлен множеством факторов – от погодных условий до особенностей почвы именно вашего хозяйства. Как правильно выбрать удобрения, опираясь на многолетний опыт агрономической службы компании «ФосАгро», расскажет наш эксперт. Нынешний год только подтвердил результаты наших многолетних экспериментов по использованию комплексных удобрений в условиях «Нечерноземья» и «Черноземья». Следует отметить, что год выдался сложный. В течение всего периода вегетации возникали различные стрессовые условия для роста и развития культур. Так, на зимой пшенице наилучший вариант использования стартовых удобрений показала схема с использованием удобрения АПАВИВА, НПКС, 3 по 15 и 10 серы в качестве стартового удобрения, а также вариант с использованием карбамида в качестве источника азота в течение всего периода вегетации. Связано это было с тем, что в удобрении 3 по 15 серы сера выступала не только источником серы для образования четвертичных форм белка, которые работают в растении, но и выступала в качестве своеобразного протектора фосфора от образования сложных нерастворимых соединений вместе с железом и алюминием, которые находятся в кислых почвах. Также следует отметить, что карбамид плохо промывался в условиях обильных осадков и служил достойным источником азота для азимой пшеницы в течение всего периода вегетации. Сложные условия вегетации 2020 года показали эффективность удобрения АПА ЛИКВА НП-1137, который позволял исправить те сложные погодные условия и их негативное влияние не только на азимую пшеницу, но и на яровые культуры. Использование жидкого комплексного удобрения в течение всего периода вегетации небольшими нормами в баковых смесях вместе с различными пестицидами позволило сохранить коэффициент кущения у азимой пшеницы, увеличить коэффициент кущения у ярового ячменя и у яровой пшеницы, а также получить достойный и качественный урожай. В качестве источника азота для питания кукурузы необходимо использовать карбамид Нитриво-Н46, который будет обеспечивать азотное питание кукурузы в течение всего периода вегетации, особенно в критические фазы ее роста и развития, это выбрасывание метелки на начало цветения. Для обеспечения фосфорного и калийного питания необходимо использовать комплексные удобрения, которые будут заложены не только в качестве стартовых удобрений при посеве, но и создание основного банка под обработку почвы. Источником фосфора служат удобрения, которые содержат не только молекулы фосфора, но и важную составляющую молекулы серы. Примером комплексных удобрений может служить удобрение АПОВИВА НПКС 3 по 15 и 10 серы, либо АПОВИВА НПС 1440, 7 серы и 1 молекула цинка. Цинк является синергистом образования фитогормона ауксин, который позволяет в ранний период вегетации быстро проходить все фазы роста и развития растения и минимализирует различные стрессовые и негативные факторы. Это как холод, так и различные пестицидные обработки. У нас на сегодня все. Задавайте свои вопросы в комментариях, а мы вас ждем в следующей серии. Всего доброго!